И шампуни. Хватит втирать и пудрить. НТВ раскроет химический состав преступления. Красота. История всероссийского обмана. Среднестатистический россиянин, а ведь это вы, за год выливает на себя 2 литра шампуня. Женщины наносят на ногти лак. За год 11 миллиметров. И съедают 100 граммов помады, а еще 20 граммов женских губ подъедаем мы. Ну а мы, мужчины, за год выливаем на себя 2-метровый слой крема для бритья. И это не считая зубной пасты, мыла, стиральных порошков и моющих средств. Всего, с чем мы привыкли, в прямом смысле слова, соприкасаться каждый день. Химии в нашей косметике и средства гигиены столько, что на ванной комнате давно пора повесить знак химической опасности. Что такое СЛС? Можно отнести к категории ядохимикант. И почему кельт для душа разъедает кожу? Паруку вот так наливать его нельзя. Правда ли, что дешевую и элитную косметику разливают из одной бочки? Состав 15 компонентов абсолютно один и тот же. Откуда в креме парабены? И провоцируют ли они рак, ртуть, мышьяк, свинец? Чем еще опасна губная помада? У меня лицо пухлое, была как боксерская груша. Могут ли шампуни от перхоти вызывать перхоть? Сколько токсинов в детской косметике? В детской присыпке такое количество свинца. И как от всей этой химии не потерять лицо? Все эти вопросы мы зададим производителям. Химикам, депутатам и воротилам индустрии красоты. Чем бы мы не мазались из косметики, мы в себя травим. Красота. История всероссийского обмана. Тотальная проверка. Смотрите прямо сейчас. Итак, приступаем к инспекции вашей ванной комнаты. Впрочем, не спешите бежать туда. Здесь в студии мы собрали все то, что наверняка хранится и у вас. Пена для бритья для мужчин, для женщин шампунь для окрашенных волос, для детей присыпки. Все это так приятно пахнет, так хорошо мылится и пенится. Но что внутри этих, на первый взгляд, безопасных упаковок? Стоять! Федеральная миграционная служба. Москва. Миграционная служба нагрянула на маловаренный завод. Причем, из всего многообразия мыл здесь варят только хозяйственное. Фу, в туалете и то приятнее пахнет. Зажав нос, инспекторы проверяют паспортный режим у гастарбайтеров. Но у нас свой интерес в проверке. Источник этого самого запаха. Вы не поверите, но попасть одному и без оружия на производство хозяйственного мыла – миссия невыполнима. Неужели секретная формула? Берем 90 граммов воды, высыпаем щелочь, перемешиваем. Это классический рецепт приготовления мыла. Исполняется в лаборатории, но повторить можно и дома. Следующий компонент – масло или какой-то жир. Часто используют прогорклый жир, тот жир, который особенно не нужен. Отсюда пошло выражение «судью на мыло». Из жира судьи можно сделать замечательный, качественный продукт мыла. Конечно, про судью это шутка. Но вот он, главный секрет, почему фабрика чистоты так плохо пахнет. В основе жира мясо и кости, не предназначенные для пищи. Глядя на все это, трудно потом представить хозяйственное мыло в своем хозяйстве. В общем, не зря мэр Лужков писал в книге. Даже в самые страшные годы войны я не мог мыться хозяйственным мылом, ибо видел, из чего оно делается. Впрочем, у хозяйственного мыла есть одно преимущество. Несмотря на то, как оно сделано, это мыло пусть и из прогорклых, но все же из натуральных компонентов. А теперь давайте разберемся, что же внутри привлекательных упаковок. Гели, шампуни, румяны, помады, порошки и присыпки. Для детей и для взрослых, для пожилых и для молодых. Мы купили 50 килограммов косметики и парфюмерии. И вот странная вещь в стране. Огромное количество лабораторий, которые могут разобраться с токсичностью. Эти лаборатории ответят на вопрос о органолептике. Но главное, состав соответствует ли то, что написано, тому, что внутри на этот простой вопрос не может ответить никто. И вот единственная организация, Союз Экспертиза, здесь согласились исследовать на состав наших 50 килограммов чистоты и красоты. Я поначалу даже пожалела, что взялась на такую работу. Впрочем, жалела руководителя следовательского центра недолго, пока не пришли результаты. Я для себя сделала масса открытий. Это был тот самый случай, когда, выражаясь журналистским штампом, даже повидавшие всякого на своем веку специалисты были немало удивлены. Независимо от цены, независимо от способа применения, там, для детей или для взрослых. Независимо для того, гель это для тела или гель для ванны. Состав 15 практически основных компонентов абсолютно один и тот же. Скажете, невозможно поверить? Тогда давайте пойдем в первый попавшийся магазин и посмотрим, из чего сделано все то, что втираем мы в себя каждый день. Возьмем, скажем, шампуни. Читаем, что здесь в составе. Пункт первый. Вода. Пункт второй. Содиум лаурецульфат. Содиум лаурецульфат. Содиум лаурецульфат. Содиум лаурецульфат. Пена для бритья тоже. Детские шампуни СЛС. Содиум лаурецульфат в сокращенном виде. Гель для душа тоже. Содиум лаурецульфат. В общем, поверьте на слово, если убрать все то, что содержит лаурецульфат, полки практически полностью опустеют. А теперь, внимание, огнетушители это тоже СЛС. Лаурецульфатом моют машины на автомойке. И даже тяжело въевшуюся грязь на двигателях разъедают главным компонентом нашего шампуня. А это место, где производят СЛС, Дзержинск, город химической промышленности, не раз попадал в списки самых грязных в России. Конечно, не единым СЛСом жив этот город яд. Тут много какой химии делают. Но сам факт, основной после воды ингредиент наших шампуней и гелей производят по соседству с химическим оружием. Цепочка такая, значит, вот этот токсилированный жирный спирт взаимодействует с триоксидом серы. Получается сульфокислота, которая нейтрализуется растором классической соды. И получается вот такая паста уже. Это лаурецульфат. А если по-русски и коротко? Это все продукты переработки нефти. Что бывает, когда нефть попадает на живые существа, все вы знаете. А вот что такое СЛС. На руку вот так наливать его нельзя, потому что оказывает очень сильное раздражающее воздействие. Это как ожог будет? Ну, практически как ожог. Может начать слизать кожу. Конечно, в наших шампунях лаурецульфат не в чистом виде. Чтобы он не сжигал кожу, в него добавляют смягчающие вещества. Чтобы не портился, вливают консервант. Для запаха посыпают ароматизатора. Для вида ложку перламутра и каплю красителя. Но делает ли это СЛС безопасным? Мы с вами сейчас проведем эксперимент по биотестированию. Вот героем этого эксперимента будет вот этот организм. Доктор биологических наук, профессор МГУ, уже четверть века разбирается, чем расплачиваются живые организмы за чистоту. Семена профессор делит на три группы. Первые заливает водой. Вторые лаурецульфатом. В третьей чашке медь, свинец, цинкадмий. Это своего рода эталон опасности и ядовитости. Все знают, что тяжелые металлы это плохо, и это действительно так. Прошло три дня. За это время росток в воде вырос. В растворе солей тяжелых металлов семена прохлюнулись. А вот в растворе СЛС семена стали погибать. Они даже не набухли. То есть в нашем с вами шампуне им было хуже, чем в очевидной ядовитой среде солей тяжелых металлов. Конечно, мы с вами не семена, и в бочке с шампунем не сидим по три дня. Но мытье не всегда проходит для нас бесследно. Проявляются признаки, которые даже сближают самцов с самками. Нарушается репродуктивная функция человека. Как это возможно? Давайте разберемся, каков механизм очищения тела. Простой эксперимент. Берем чистые руки, пачкаем их углем. Вы никогда не задумывались о том, почему вода эту грязь плохо смывает, а вот шампунь или жидкое мыло смывают хорошо и без проблем. Вот так выглядит пылинка грязи. Видите ее? Не видите? Так увеличим же. А вот так стрелами даже в справочниках обозначают молекулы СЛС. Тут есть гидрофильный, гидрофобный конец. Вникать не обязательно, важно понять, что именно эти стрелы и моют нас. Но как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА